Здоровье с Богом Здоровье духовное и здоровье душевное И эта тема очень важна Почему? Потому что Очень много людей болеют Очень много людей И казалось бы Говорят, что медицина в Америке Она на высоте Но тем не менее По статистике Самая больная нация Это американская К сожалению Я когда читал статистику Я был очень удивлен По статистике Америка тратит на здравоохранение Намного больше, чем все остальные страны Намного больше И доктора получают колоссальные Колоссальные годовые зарплаты Колоссальные Это и хлеб Это и хлеб Я был не так давно Я был в Чиословакии И встречался с докторами Буквально месяц назад, по-моему Знаешь, что доктора мне сказали? Что они получают Вдумайся, Юра Они получают На уровне Зарплаты их Месячная, годовая На одном уровне Как механик машины Как техник Зуботехник какой-нибудь На одном уровне Как преподаватель в школе А он задает мне вопрос А как в Америке? Я говорю Да вы что? Это самая обеспеченная прослойка Трудоспособного населения в Америке То есть Но мы болеем И поэтому Знаю, что ты эту тему Интересно прорабатывал И мы будем двигаться В этой теме Пожалуйста, Юра Хорошо Спасибо за предоставленную возможность Хорошо Дорогие друзья Будьте благословенны С чего началось у меня Как бы исследование Не исследование Началось у меня давно Еще с 85-го года Когда врачи признали у меня Довольно страшное заболевание То есть Оно имеет два названия Облитерирующий эндотреит Это когда артерии засоряются И нога, например, не получает питания И с другой стороны Ее называют Рак кровеносных сосудов То есть И уже тогда После того Когда я вышел С областной больницы Мне ничего не помогло И начал искать Альтернативное лечение То есть То есть я начал исследовать Китайскую медицину Я начал исследовать Нашу народную медицину Ну и я начал смотреть Священное Писание Ты уже будучи Да Я уже будучи верующим И правда, да После одной молитвы Когда за меня молились Бог сделал чудо Он сказал Но чудо произошло Практически через несколько месяцев Когда от этой болезни Практически ничего не осталось Что сейчас побудило Начать снова Не то что исследование Но проработать эту тему Я работаю на работе И пришел наш благословенный брат Я его очень уважаю Ценю, люблю Это старец Брат во Христе Да Это не твой брат Ну да Ну да Я понимаю У меня вообще брата нету Да У меня брата только двоюродные Которых я не знаю Я почему ремарку сделал Потому что нас смотрят Нам Мне писали Говорят Вы друг друга братьям Сколько у вас В твоей семье Юрий Михайлович Сколько братьев Я Ну приложил толкование Говорю Мы так в христианстве Мы называем друг друга Так Ну продолжай И вот этот человек Мне сказал Что они прочитали Книгу Глории Коупленд Сделай себе ковчег Там сказано Что если вы будете делать Дела милосердия Ну Бог сохранит вас Благословит И ваше здоровье Будет прекрасным Но говорит Уже три месяца Его жена лежит с инсультом Говорит Мы немножко Разочарованы И я ему Начал говорить О том Что здоровье Здоровье Это Своего рода Как то Что его Надо беречь И знаешь Юрий Вот ты мне Задал интересный вопрос Тебе его задали Почему у меня Иногда болезненный вид лица Ну интересный вопрос Правда? Интересный Ну вроде человек Прорабатывает эти вопросы Все Благодаря этим вопросам Которые я прорабатывал Я Я слава Богу Живу Но вопрос в том Что когда я Пришел к Богу Многие верующие Мне говорили Юра Не смотри на свою плоть Не считайся с ней И получается Вместо того Чтобы спать Восемь Хотя бы шесть часов Мы спали по несколько часов Всего лишь Потому что Старались делать И дела милосердия И евангелизации Куда-то ездили С кем-то говорили На износ работали Да Работа на износ Я помню Я пришел в шахты Я работал четвертую смену Ну а четвертая смена У нас была Шахтеры работали по шесть часов С двух до восьми То есть И под самое утро Очень хотелось спать Я только заснул Пришел мой друг Разбудил меня Пошли Я говорю Куда Я с ночной смены Он говорит Юра Ты выспаться успеешь А бабушке дрова надо Все И он меня поднял И практически потом Мне осталось всего Пару часов поспать И впереди была Ночная смена И так у нас получается Многие болезни Когда мы не считаемся Своим телом В разумных пределах Я имею ввиду Почему? Потому что Слово Божие Сказало нам Что наше тело Есть храм Божий И кто разрушит храм Того покарает Бог Потому что храм Божий свят И этот храм вы То есть Писание Писание И ветки И новые заветы Они говорят нам О здоровье О том что Верующий человек Есть храмом Божьим И он должен Смотреть За этим храмом Хорошо Мы смотрим Если это христианство Мы смотрим И ветки И новые заветы Мне многие люди говорят Юра Ну Бог отменил Ветхий завет Я говорю Ребята Кто вам такое сказал? Кто вам такое сказал? Ну давайте мы посмотрим На несколько вещей Ну для того Чтобы нам брать Что-то Например С 39 книг Ветхого завета Ну как мы называем Нам надо Довести Его надобность И нужность Хорошо Когда христианство Брало То есть делало доктрины То есть доктрины Это учение Они сказали Вот есть такое писание Богу То есть доктрина Богодухновенность Писания Что оно означает? Богодухновенность Ветхого И Нового Заветов То есть доктрина Возвела Знак равенства Между Этими Заветами Потому что писание Говорит все Да Вот Павел Пишет Что все писание Богодухновенно Тогда еще практически Когда он это говорил Ни одной книги Ну возможно была написана Книга Ивана Андрея Матвея Возможно На то время Она была Как это увязываешь Ты со здоровьем В старом Хорошо Как это я увязываю Со здоровьем Первое Бог Давая Ну я не называю Эти книги Как закон Я называю их Учение Почему Потому что закон И учение Это две большие разницы Закон входит В учение Входит И вот Учение Библии Хорошо Что оно говорит Оно говорит Во-первых Что мы должны есть Хорошо Но писание Не будет говорить Нам Употреблять То что Будет вредить Нашему организму А здесь Конкретно Говорится За организм Вот хорошо Мы жили В Украине Благословенная страна Ничего не скажу Но сало ели Сало ели Хорошо Но теперь мы смотрим Мы смотрим Если украинцы Там его и ели Они употребляли Очень много зелени Это раз Они кушали лук Они кушали чеснок И получается Когда даже Что-то было там С кровью Чеснок Он разрядитель Он разряжал кровь Хоть конечно Я не сторонник За свинину Почему Потому что Очень много проблем Приходит в нашу жизнь Именно из-за нее Так Юра Это я в тему Знал ли ты Кстати Что Китай С его населением Свыше миллиарда людей Миллиард Триста миллионов По-моему И Самый большой потребитель Свинины Это Китай И Америка Производит Миллионы тонн Ежегодно Производит Миллионы тонн Свинины И отправляет На Китай Это Большой торговый Партнер С этим Хорошо А они кстати Едят там чеснок или нет Или они остро едят И оно поглощает свинину Я не знаю Юра Но мы знаем то Что даже Свиной гриб был Ну от Хрюши Пришел Извините То что нам не надо Хорошо А Бог кто запретил В свое время Употребление свинины Бог запретил Ну да Да Хорошо Наши люди говорят То есть они говорят Что Ветхого Завета Не надо И закона не надо Хоть его никто Не отменял Никто И Иисус его не отменял Апостолы не отменяли Павел десять раз Больше сказал О том Что мы поднимаем закон Или утверждаем И один раз Он только сказал Что конец закона Христос Но здесь тоже Надо понимать Это не того закона Это не десяти Заповедей закона А это Постановление Относительно В жертвоприношении Относительно Богослужения В Скинии То есть Об этом Апостол Павел говорил Я понимаю Я понимаю Юра Но там Вот мы с тобой Вроде изучали Там немножко Греческий Еврейский Дело в том Что богословие говорит Если первое значение Слова Не подходит По смыслу Берут второе значение Ну если Конец закона Павел сказал И Павел сказал Что мы утверждаем закон Значит здесь что-то не то Мы берем второе значение Второе значение Слова Телос Это цель Цель Закона Христос К праведности Всякого Верующего Именно Если мы уберем Ветхий Завет Кто там Не слово То есть Я задам вопрос За Христа И любой ответ Будет неуместным Почему Потому что Нету фундамента Который говорит О создании человека Дальше О грехопадении человека И о Божьем обещании Дать спасителя То есть Это все Написано Будем говорить В книгах В пятикнижии Моисея Дальше Многие проблемы То есть Многое то Что связано С организмом человека Тоже сказано Именно там То есть Это Божья наука Это Божья наука Сегодня Многие люди Принимают это Как рекомендации Для себя Как рекомендации Я сегодня Говорю с некоторыми Верующими Они говорят Да Мы отказались От жирной пищи Почему Ну потому что Проблемы Дальше Мы смотрим Америка Где в большинстве Питаются люди Фастфуд Фастфуд Моя дочка Я не буду называть Ресторан Где она работала Но она сказала Папа Три дня Не меняют масло Хидрогенейтед Это называется Да Трансжиры Это то Что очень Очень плохо Влияет На организм И вот смотри Юрий Нам нужно Кушать то Что помогает нам Во-первых Что дает нам силы Второе И ограничивать то Что нам не помогает Да А второе Второе Дальше Нам надо Чтобы правильно Работал Желудочно-кишечный тракт И снова Если мы в машину Которая заправляется Бензином Зальем дизель Будут проблемы Так же само Наш организм Требует то Для чего То есть Что он Может принять Переработать И даст нам силы Нам нужно то Что разряжает Нашу кровь Дальше Нам нужно то Что правильно Работает В желудочно-кишечном тракте Нам нужно Чтобы Извините Ну Система Которая выводит Эти шлаки Она работала Хорошо У евреев Есть молитва Дорогие друзья Пожалуйста Не смейтесь Над нею Я ее сейчас По-русски скажу Но Я видел людей У которых Это не работает Это была Сильнейшая проблема От которой Люди умирали То есть Молитва Это Это молитва Примерно так Благодарю тебя Господь Царь вселенной Что ты дал Правильную работу Двум Отверстиям То есть Мы прекрасно Понимаем Что это Это система Которая выводит Это система Которая выводит У меня У отца Была аденома И Извините Потом Делали операцию Это было Множество проблем С этим человеком Дальше В моей общине Был Дедушка Я помню Только его фамилия Пиценкис Дима Пиценкис Это был Уважаемый человек Я его уважал Хоть многие люди Его ненавидели Я его уважал Ну потому что Этот человек Прожил довольно Тяжелую жизнь За три дня До расстрела Любомельского гета Он сумел Сбежать с него И слышал Автоматные очереди Слышал крик людей Которых убивали Через три дня Да у него немножко поехала Крыша Как мы говорим И я немножко Помогал этому человеку Я его возил в Луц Когда у него Обнаружили рак Прямой кишки То есть Я видел Как мучился этот человек И поэтому Я благодарю Всевышнего сегодня За то что Это работает нормально У меня Вы можете Поблагодарить Всевышнего За то что Это правильно Нормально Работает у вас Друзья Это наш организм Это наш организм Это храм Божий Дальше друзья Нам нужны продукты Которые помогают нам Понимаете Которые помогают нам То есть Мы берем целый комплекс того Что дает нам силу Что дает нам помощь Что извините Понемножку Продляет нашу жизнь Юрий Мне недавно исполнено 60 лет Поздравляю Спасибо И многие люди Welcome to the club Welcome to the club Спасибо Я старше тебе Оказывается На пару месяцев И многие люди Мне говорили Слушай Да по тебе не видно Что тебе 60 лет Я говорю А что Я взял фотографию Своего папы Ага Когда я приехал С Туркмени Мы сфотографировались Мне было тогда Ему тогда было 53 года И я сегодня сравнял Их Эти две фотографии Извините Я сегодня в 60 Выгляжу моложе Чем мой отец Был в 53 Почему Я называю это Только милостью Божьей Это раз Во-вторых Мудрость В многих вещах Я практически не хожу Не кушаю фастфуд Обновляется Подобно Орлу Юна Ну да Мы смотрим Юрий на целый комплекс Понимаете Целый комплекс Вот Юра Вот смотри Ты говоришь Ты говоришь Фастфуд Это очень здорово Я в фастфуде Появляюсь Наверное Раз в несколько месяцев Особенно Если в аэропорту Где-нибудь Понятно Там перехватил Что-нибудь Если далеко летишь Смотри Когда заходим В магазин В трейдер джи Вот мы зашли И Знаешь Глаз пленит И одно И второе И сладости Там наложили Или в коско То же самое Сейлы везде Оно так и тянет Оно так и пленит тебя Чтобы ты взял И потом взял И употребил А это же во вред Там же сахароза Он убивает человека Я понимаю Дело в том Что у меня сахарный диабет И вы знаете Что иногда доходило До нехороших вещей Но однажды На работе Я заметил Одну вещь Когда я работаю Я сжигаю Этот жир Тяжело работаешь То есть Да Я сжигаю сахар Физически И сахар У меня практически Я ограничил даже Употребление Таблеток От сахара Но мед Употребляешь ты? Нет Тоже нет 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 Я не употребляю Ни мед Ни сахар Ни сахар И у нас Организм Заберет Жажда Я не заслуживаю Себе спасение Бог подарил Мне его Это моя благодарность Это мои слова Господь Я благодарю тебя И вот понимаете Хотела сделать Мы никогда Не сидели дома С моим другом С Колей Литвинюком Мы постоянно так Ага Есть нужда в Мурманск Мы поехали в Мурманск Есть нужда где-то в другом месте Мы поехали туда У меня отпуск Он тоже подгоняет свои Ну такие выходные дни И мы едем вместе Мы ехали Мы трудились У нас была своя система То есть Он говорит Я молюсь Я говорю Он молится И Бог благословлял Было все хорошо То есть Ты говоришь о том букете Который должен иметь Место в нашей христианской жизни Друзья Мы беседуем О христианской Диетологии Так можно сказать Пока мы коснулись Первого Чисто физического Аспекта нашей темы А затем Наверное Мы через минут 10 Перейдем И к духовной части Обязательно Обязательно И вот смотри Что нам Советуют Многие люди Специалисты Да-да-да Специалисты Кушать чеснок Кушать Ну Цибулю Или Украинцы Лук Ну Юра Ну подожди Я прошу прощения Я тебя перебью Но когда Много общения С людьми Вот представь себе Что я наелся Чеснок Чеснок И я в кругу людей Даже вот Сегодня мы общаемся Я же в офисе Не могу есть Потому что люди Постоянно После тебя У меня следующий эфир Будет И И как Чем убивать Запах-то чеснока Или в богослужении Мы же не можем Наесть Я не знаю Я не знаю Но Нас Учили так Но Когда ты И ее называют Как щетка Для кишечника Хорошо Дальше Яблоки Англичане Говорят Кто кушает Хотя бы Одно яблоко В день Тот Отсрочит Свой визит К врачу Ну Многие Овощи Многие Овощи Фрукты Они являются Полезными Они являются Полезными Хорошо Снова же Жиры Какие жиры Есть полезные Есть вредные Да Есть полезные Есть вредные Вот в Америке Есть такое растение Авокадо Пожалуйста Дальше Ну Молочный Молочный Я не знаю Ну как это сказать Жиры Которые делают С молока Они хоть чуть-чуть И имеют Проблему Но Они имеют И пользу Для организма И снова же Если мы применяем Что-то для того Чтобы их сжечь Это хорошо Это благословенно Это приятно Прекрасно Вернее Хорошо Мы видим Эти вещи Мы видим Хорошо И теперь Теперь Есть еще Очень интересный Аспект Если это Это мое тело Ну хорошо Вот у меня костюм Ну я стараюсь Его почистить Ну да Я стараюсь Чтобы он был Выглядел Как костюм Потому что Мне надо идти На прием К благословенному брату Во Христе Юрию Чтобы он мне Не сказал Потом Юра Ну как-то Некрасно Приведи себя в порядок Да Да Так же самое Друзья И наш организм И наш организм Его тоже надо И вы знаете Я говорю Иногда надо слушать То что он говорит вам Почему Один человек Тоже Который связан Ну с Правильным питанием Он сказал Иногда твой организм Диктует тебе Что он хочет Что ему надо Сейчас Или чему противиться Или чему противиться Звонок есть Внутри Индикатор Есть Индикатор Есть Хорошо Но самым лучшим Индикатором для нас Есть Слово Божье Слово Божье Это прекрасно Слово Божье Ну Мы знаем Что оно идет В 10 В 20 Направлениях Это и Будем так говорить Христианская психология Это Извините И здоровье Это и история Это и отношение Человек Человек Это и отношение Человек Бог Ну С Друг к другу отношения Да Ну Это человек Человек Я сказал То есть Писание дает нам советы Но извините И от меня зависит Принять этот совет Или нет А зачем мне Кто-то будет командовать Как мне жить Как мне говорят Сегодня многие Ну ребята Ну это ваши проблемы Хотите слушать Пожалуйста Не хотите Нет Ты помнишь Как Илия положил Голос Свою между колен Не все мы в состоянии Я Ловлю себя на мысли И мне Лично Вот В моей жизни Мне приходится Контролировать себя Я когда чувствую Что я уже В весе Перебираю Я имею этот Ну этот тормоз Который позволит Это Кстати не я Это благодать Божья во мне Аминь И затем Смотришь Через короткое время Держа себя в форме Я должен держать себя в форме Я понимаю Что служителя Ну за исключением Крайне Негативных болезней Крайне таких Ну говорят Ну есть такое Но когда Как служителя Мы позволяем себе Безразмерно Вот так вот Вот Кстати Это Я в тему Где-то так вот Это было Как молодым Мы были 31 год назад Говорит Берегись Юра Это Я так это запомнил Сара мне сказал Даже сказал ее фамилию То есть имя Ну вы догадались О ком я говорю Если я говорю Сара И она говорит Постоянно Общение После богослужений После евангелизации Миссионерских поездок Нас в дорогие рестораны водят Угощения всякие Потому что муж известный проповедник И говорит Мало-помало Мало-помало Мы говорит Не успели и оглянуться Как муж набрал Большой Он был такой Очень Ну упитанный мужчина Вот Хотя благословенный проповедник И Это и послужило Ему то Что Он отошел в вечность Прежде времени Отошел в вечность Я понимаю Это то о чем ты говоришь Я понимаю Видишь Тут еще одна Такая маленькая проблема Но она не маленькая Дело в том Что метаболизм Обмен веществ Чем мы становимся старше Тем он становится Ну Не тот Что надо Не тот Что надо И организм Отлаживает на будущее На будущее На будущее На будущее И это будущее Мы Как говорится Благословение Аврамова Не в ту сторону Хорошо И вы знаете Хорошо Когда мы Знаем Свой организм Это очень важно Это очень важно Когда мы знаем Что нам можно Что нам нельзя То есть Это тоже Продиктует Наш организм Хорошо Я например Люблю мороженое Очень Но я его не ем Почему Потому что Я знаю Что в американском мороженом Очень много сахара И я потом буду страдать Я буду страдать И ты ущемляешь Порабощаешь Просто понимаете Хотя оно полюбилось Казалось бы Для глаз Ну Пару раз я отказал себе А сейчас я иду Около Этого магазина Где продается мороженое Смотрю на него И оно меня Не привлекает Я смотрю то Что полезно Для моего организма Хорошо Многие люди говорят Полезно кушать каши Да Они калорийные Все Но Мой организм Их не принимает Я их не кушаю Ну хорошо Утром Вот давай так Практически Утром я не кушаю Вообще ничего А кофе пьешь? Нет Я еду на работу Я ничего не кушаю И только Когда у меня Перерыв 10 часов Первый Я беру грушку И могу взять сливку В обед Нет Это еще не обед Ну уже обед Когда у меня Где-то в 11.30 Ну что я могу Я могу взять мясо Какого-то Ну Я в Винка Обычно покупаю Там немножко Подслащенный Оранж Джус этот Нет Ну курятина Этим Да Я могу это И немножко салата А вечером? А вечером Я стараюсь Вот я пришел с работы Что-то покушать Где-то в 3 В полчетвертого А дальше Вообще Стараюсь После 4-5 Стараюсь Не есть вообще ничего А если Я захочу У меня есть Палочка-выручалочка Что это такое? Не чипсы? Нет Это ягоды Замороженные ягоды Особенно Блюбери, черника Я беру Ее Разогреваю Немножко Сметаны Обезжиренной Молока Без лактозы Немножко Брошу сахара И для моего Организма Этого хватает Юра Моему отцу Исполнилось 90-го В прошлом месяце Для него Закон Медяны Персов Это После 6-ти Ничего Это последних Я не знаю 10-15 лет Ну слава богу Категорически Это не из-за того Что он А ты его Ничем не пленишь Ни пирогами сладкими Ни колбасой вкусной Ничем Он смотрит на это Когда мы позволяем себе В кругу семьи А он смотрит Зачем вы это делаете? То есть после 6-ти У него очень строго Диета такая И это здорово Это здорово, да Но снова же Человек знает Свой организм Это раз Он кушает тогда Когда организм требует И не кушает тогда Когда организм не требует Дальше Были у меня Такие же проблемы Как у этого проповедника Я однажды приехал В Ровно И меня встретил Епископ Благословенный Брат Барышкевич Уважаю его Вот это Мужик Благословенный брат И он пригласил к себе Мы сели за стол А уже было Где-то Начало седьмого Я сказал Агустейший Я не ем Ну брат Нури Ну ты приехал Ну то сё Я говорю Благословенный Поймите Не могу Это будет вредом Для меня Он меня понял Он не обиделся Он не обиделся Но я не хочу Лишнего Для своего Организма Я не хочу Болеть Не хочу Но есть И следующие Аспекты Этого Которые Напрямую Как говорится Идут на наш Организм Это то Что мы Называем Душой Это Наш Разум Это Наши эмоции Это Наши чувства И это Наша воля Хорошо Но во голове Всего Бог поставил Разум Разум И я Сегодня Хочу сказать Многим Верующим Павел Говорил За разумное Служение Служение Нашего Разума Когда разум Понимает И вот смотрите Книга Притчи Соломона Очень много Вещей Они написаны Напрямую Которые Касаются Нашей души А через душу Касаются Нашего Тела Хорошо Вот мы Юра С тобой Размышляли Не судите И судимы Не будете Ну кажется Ну что тут такого Ой Да как этот человек Смог Да как это И понимаете И мы начинаем Сначала Начинается С рассуждения Мы начинаем Размышлять Рассуждать И кончается Судом Когда мы Выносим приговор Окончательно Окончательно Да Описание Говорит Не судите И судимы Не будете Потому что Каким судом Судите Таким же Самым Может тот человек Совершенно Не виноват И тебе Сорока на хвосте Принесла Слух А ты Раскрутил И сделал И сделал И сделал человека Виноват Да Да И кстати Юра Мы об этом С тобой не говорили Я в эфире Сейчас заявлю О том Что много лет назад Я читал Что когда мы Критикуем И судим Кого-то И это в наших устах Постоянно Наш организм Что-то вырабатывает В себе Это учеными доказано И это то Что оно вырабатывает Как следствие Нашей критики Нашего суждения Обсуждения Отлагается В костях И как результат Этого Многие люди Болеют Артритом Оказывается Я не уберусь Утверждать Что все Это так сказать Ну Следствием Болеют Но Большая часть Из-за того Но это доказано Я когда читал это Это научно Подтверждено Там они разложили Так сказать По шкале Что отлагается Какой компонент Отлагается В костях И потом Мы с трудом Ходим А может быть Это результат Того Что мы Очень много Позволяли Все может быть Юра И в писании Есть очень Интересное Как бы Написано Это в притчах Соломона Что человек Ходит Говорит Своими руками Ну Сплетник Клеветник И дальше Идет Как бы Резюме Будет Разбит Без Исцеления Это паралич Паралич И вы знаете Друзья Тоже Ну Вроде кажется Мы смотрим На человека Со мной работал Один человек И другой Наш Человек Мне говорит Смотри У него проблема У него проблема А он такой Что любитель Был Там Сплетничать Настучать Рассмотреть Для него Инсульта Одного мало А уже имел Уже имел Да Он Как говорится Кандидат На следующий Другими словами Мы теперь Видим Уже Переходим На другую Вещь То есть На душевное Идет Наш разум Самое первое И вот Разум Стоит у нас Как сторож Как сторож И вот Любая мысль Которая Приходит В нашу жизнь Или положительная Или отрицательная Он или принимает Или откидает Хорошо Мы можем сказать Вот мы видим человека У человека проблема Ну Не знаем Какая Не будем сейчас Семейная Или личная Мы можем сказать Ах Он такой Нехороший И для него Ничего хорошего В жизни нет Или мы можем сказать Господи Помилуй этого человека Господи Помилуй Почему Да потому Что я хочу Милости Тогда Когда у меня Она будет Да А мы люди Друзья Где-то не пободрствовал Где-то что-то Не так сделал И проблема Постучала Все Открывай ворота И вот тогда Я хочу Чтобы Бог Помиловал меня Чтобы он Не опустил меня Низко Или я не Опустился Низко А для того Чтобы Как говорится Он благословил Для того Чтобы он помог Для того Чтобы он Вывел Из этой ситуации Вот я тебе Говорил Когда мы Были Говорили перед этим Вот когда-то Мы осуждали Людей Которые попадали В проблемы Особенно мужчин И Милостивый Бог Я снова Повторяю Милостивый Бог Для того Чтобы не судить Меня с миром Он дает мне Пройти ситуацию Такую Как проходил Этот человек В мыслях Да А мысль Имеет возможность Материализоваться Материализоваться Да И когда у человека Рвет крышу Извините Как люди говорят И когда Человек Держится за стула И говорит Боже Помилуй Боже Пожалуйста Вот тогда Человек Начинает понимать Другого человека И начинает Молиться за него Мне Не буду говорить Рассказал Один из моих друзей Если он сейчас Слушает Эту программу Я не буду Называть его имени Но Он подтвердит Он мне Рассказал Такой пример Когда-то Он осудил людей Вернее Одну девочку Не буду Называть ее Тоже фамилия Имя Но буквально Прошло два дня И на ее месте Чуть не оказался Он И тогда Когда он Бог его Остановил Буквально Уже Ну В миллиметрах От этого всего Он покаялся Он плакал На следующий день Он приехал К этой девочке Которую он осудил Поговорил с ней Укрепил ее Как говорится Ну Поддержал Не в грехе Поддержал А поддержал Человека Как личность И это Очень важно Хорошо Дальше Друзья Мы молимся Мы Что-то У Бога Просим И Писание Говорит Что Надежда Которая Долго Не осуществляется Она что Томит душу Отомление Души Оно Снова Приводит К физическим Проблемам Снова Друзья Мы Не понимаем Что Такие Проблемы Как Давление Тот же Сахарный Диабет Учащенное Сердцебиение Да Все это Может быть Не Только Как Физическое Проявление Чего-то А именно Душевное Душевное И вот Тогда Когда Человек Начинает Понимать Это Ну Извините Иногда Бывает Для организма Поздно Почему Потому что Уже Извините Реакция Запущена Уже Как говорится Паровоз Пошел Процессы Пошли Да Уже Надо Думать И К сожалению Великому Прискорбию Процессы Могут быть Необратимы Вот именно Там потребуется Медицинское Вмешательство Для христиан Это потребуется Божественное Вмешательство Чудо Исцеление Потому что Естественным путем Уже без Хирургического Вмешательства Не освободишься Да Хорошо Юрий Вот ты сейчас Интересную вещь Сказал А я вспомнил То что я еще Хотел сказать За здоровье Дорогие Благословенные Возлюбленные Богом Я не знаю Как вас еще Называть Христиане Христиане Наступает зима Пожалуйста Одевайтесь Теплее Не надо Фраериться Не надо Показывать Что вы Такие герои Извините Ваши иммунитеты Немножко Ослабленные Особенно Для старших Людей Да Особенно Для старших Ну извините Шапку Не трудно Одеть Одеться Теплее Не трудно И ноги Ноги Чтобы были В тепле Потому что От ног Зависит Очень Очень Многое Вы знаете Мне рассказал Один человек Случай В церковь Приехал Служитель Который Молился За исцеление Он сказал Такую хорошую Проповедь Все И когда он вызвал Людей Чтобы молиться Никто не вышел Никто не вышел Он говорит Вы что Не верите В исцеление Верим А почему Они ему ответили Наш пастырь Учит нас Быть здоровыми Больных нету Больных нету Больных нету Почему Люди берегут себя Люди берегут себя Я не знаю Сколько Я не слышал В наших церквях Ни одной проповеди Насчет этого Я не слышал Хоть Писание Говорит Надо Говорить Учение Божье Кстати Адвентисты Седьмого дня Они акцентируют Настолько Они скрупулезно К этому подходят Ты знаешь Вот даже Ряд из программ Которые вещают Импакт Они очень В вопросе В вопросе О том О чем мы говорим Питание О они Настолько Они точны В этом Хранят себя Не знаю Насколько Вы долго живете И это Содействует Вашему Долголетию Но тем не менее Они много Об этом говорят Я понимаю И в Украине У них есть Несколько центров Есть Да И один из центров Там Немножко сотрудничает Мой друг Равин Мессианской общины Города Ужгорода Федор Федор И Много людей Ездят туда Даже Вот Наши друзья Были там Не буду Назвать Типа пансионат Они имеют И они лечат Своими методами И они лечат Своими методами Я слышал Что эти методы Срабатывают Потому что В Истерн Вашингтон У них тоже Центр есть И наши люди Ездили туда Да Сыроедение Там они практикуют И затем Питание Овощами И фруктами Тоже практикуют То есть Ну это так Мы к теме К теме Я понимаю Дело в том Что за эти вещи Надо размышлять Надо рассуждать И надо Практиковать Почему Потому что Мы живем Извините Уже во время Когда на Не знаю Процентов 10 Мы питаемся ядами Воздух не тот Вода не тот Окружающая среда ГРО продукты не тот Да Все не те Все не то Все не то И сегодня Идет борьба За Экологию Да За экологию За вот эти продукты Чистые продукты Расскажу один случай В церкви Вифании Есть группа Ани Свищ И когда Я еще не был Членом Вифании Через Вячеслава Байнецкого Я попал В ее группу И я как бы Готовил Их на Поездку В Украину И вот они поехали Они после этого Рассказали два Интересных случая Первый за Женщину Которая Ну оскорбила Их сильно Они попросили Рассказать ей Евангелие В Тернопольской Области Она их грубо Грубо Отчитала А потом Когда она уходила Один вспомнил Помните Брат Юрий Сказал Что если даже Человек Нам не согласится Слушать Просто скажите А можно мы Помолимся за вас На следующий день Эта женщина была У пастыря И она рассказала Что вы знаете У меня жизнь Побитая Поломанная Вы это знаете И вчера Говорит Ребята хотели Рассказать мне О Боге Я их грубо Грубо Ну отчитала Но когда я уходил Один мальчик Сказал А можно мы Помолимся за вас И она остановилась Аллилуйя Это прекрасно И вот Она уже была У пастыря Уже была Доверительная Душепопечительская Беседа Второй случай Одна девочка Готовила Ну на всех Кушать Ну и она У одних людей На базаре Купила продукты И потом Она подошла К ним А вы можете Сказать честно Что вы не покупали Эти продукты В магазине Девочка Пошли Они завели ее В дом Открыли Ворота Показали свой Огород Юра Какие они были Счастливы И рады Мы две недели Питались Экологически Чистыми Продуктами Это была Радость Для американца Это радость И я видел Эту радость В их глазах И это было Благословенно И это было Прекрасно Хорошо Наши сестры То есть Наши жены Наши дочери Умеют готовить Такие прекрасные блюда Ну пальчики оближешь Но и самое главное Они могут приготовить Такие же вкусные Но здоровые продукты Здоровые салаты Которые вы будете кушать И они послужат вам Как говорится Благословением Так же Само Они могут сделать Хорошие мясные блюда Но снова же Если вы кушаете мясо Извините С мясом Покушайте зеленье Потому что Оно поможет Как говорится Вам переработать Это И потом нормально Вывести с организма И плюс Оно даст силу вам А это очень важно Мы продукты кушаем Для того Чтобы они дали силу Если продукт Не дает силу И не дает никакой пользы Пусть он даже Будет супер сладким Извините Зачем он вам нужен Друзья Мы беседуем С Юрием Аскеровым И духи И душа И тело Это сохранится В целостности Без порока Об этих вещах Мы говорим Юра Как подвижный образ жизни У нас осталось 10 минут Хорошо Подвижный образ жизни Я уже сказал За прогулки Которые должны быть Ну можно вечером Можно утром Пройтись Подышать воздухом И так дальше Но я бы хотел Сейчас перевести На духовное Уже Понимаете Ну снова же Мы как в храме Идем Мы побыли с вами На дворе Внешнем Да Дальше Мы зашли с вами В святую В святую В внутренний двор Да Почему друзья Потому что Например Каждый из наших органов Он нуждается Чего-то Дальше Есть много Как говорится Растений С которых Можно сделать Хорошие чаи И пить И пить Много растений Вот Одуванчик Юр Кульбаба Оказывается Она в Америке Есть Оказывается Французы Ее специально Сеют И в пищу Идет все Идут Головки Идут стебли И идут корни У них все идет пищу И вы знаете Они и лягушек едят Французы Я понимаю Но я говорю Из растительной И особенно Для диабетиков Вот эти цветочки Покушать Это прелесть Дальше Эти листочки Сорвать Это мне когда-то Друг Вот Коля Литвынюк Сказал И я делал так Я собирал Эти листочки Полчасика Они у меня На столе полежали Потом порезал И вот вам салат Что-то добавил Там Вареное яичко Там Немножко цибульки И все Из-за этого Ты сохранился До 60 И ты выглядишь На 50 Ну спасибо Меня сохранила Моя жена Сохранила моя жена Сохранил Бог Сохранила Евангелизация Потому что Приходилось Много ездить Я люблю это Я не знаю Я вот здесь Я без этого страдаю Просто-напросто Страдаю Молитвин Евангелин Анальгин Все это в компоненте Ну да Все это в букете Как мы говорим Оно сопутствует И содействует У меня есть друг Он смотрит Я уверен Эту программу Он постоянный Зритель импакта В одном из штатов Далеко от Калифорнии И он вот Ему 83 года Слава Богу Вот мы заехали Я ехал с ним Так сказать И заехал В Коско заправиться Я выхожу Со своей стороны Он выскочил Со своей стороны Он бросается на пол 40 раз Отжался Окружающие народы Эти Как они Эти зрители У них такой 83 года Настолько он Хранит себя И духовно Во-первых Он молитвенник Настоящий И физический Он принял Вот это вот Учение О том Что и дух И душа И тело Да сохранится Он принял Не просто так Ну как теорию Какую-то Насчет здорового образа жизни Питания Насчет отдыха И насчет физических нагрузок И благотворительности Он много помогает мне Так сказать На нашем хозяйстве Господь просто расположил его сердце Расположил его сердце Сказал ему Что из-за того Что Юрий Михайлович Много бывает в разъездах На его хозяйстве На пропорте Ему надо помощь Он очень много работает Как во имя Господа делает И я вот смотрю И беру пример И это жизнь этого человека И служение этого человека Которому 83 года Имеет 10 детей Жизнь этого человека Она является Добрым примером И образцом И внешне И внутренне И внешне И внутренне Это нашу тему О чем-то Хорошо Это прекрасно Юра Я тоже принимаю Это учение И например Я стараюсь делать Все как для Господа Меня иногда на работе Спрашивают Тебе что больше всех надо Я говорю Ребята Я работаю Я работаю так Чтобы мой босс Главный Не сказал мне Нури или Юрий Ты лентяй Всевышний Да Всевышний Да Я говорю Когда меня люди не видят Он видит Он видит И вы знаете Пусть это касается работы Пусть это касается проповеди Учения Или благотворительности Или благотворительности Я стараюсь все делать Как для Всевышнего Что такое благотворительность Это дело милосердия Которое вы и я делаем Хорошо Юрий Если у нас осталось Уже меньше 10 минут Немножко поговорим Забуховное Хорошо Молитва Молитва Я в церкви Говорил своему пастырю Надо давать учение О молитве Почему? Потому что иногда Мы призываем в свою жизнь Что-то негативное Удивительно Как это так? В молитве я могу призвать негативное Можем Мне когда-то неправильно Подали учение Которое Павел сказал О жало в плоти И нам говорили о том То есть наши люди Которые тогда говорили С кафедры Нам говорили Смотрите Для того чтобы поправить Служение Павла Бог дал ему жало в плоти Ну а я новообращенный Я видел что у меня Не идет что-то то Не идет другое Третье И я попросил Боже ну дай мне Это жало в плоти Может я Я исправлюсь Поправлюсь Господь дал Или не Господь А просимое пришло в жизнь И я резко начал наблюдать Что у меня начало быстро Ну подниматься давление То есть жало в плоти Это ангел сатаны Мы его сами пригласили в жизнь Это очень важно Друзья Это то что касается Нашего духа И потом пришлось Как говорится Просите Отрекаться Ну от этой молитвы Ну слава Богу Это все нормально Это все хорошо Смотрите друзья Правильно молиться Дальше Правильное общение С Богом Это касается Нашего духа И снова же И это касается Нашей молитвы Что мы просим Что мы говорим Что Бог хочет Чтобы мы говорили Это очень важно Друзья Почему Мы мало Смотрим На комментарии Вернее не на комментарии А на просьбы Бога Третье Очень важное То что мы Говорим людям Вы знаете Юра Вот прошла Вот эта наша программа Не пугайте Народ мой По 22 Псалму Да 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 И я смотрю Что Ну до кого то Оно дошло До кого то Оно не дошло Но дело в том Что я Говорил Своими друзьями Что бы я Сегодня Говорил бы в церкви И позвонив Своему другу Пастыру В моей церкви Я ему сказал Помнишь Когда то у нас Висело Мы проповедуем Христа Распятого Божью силу И Божью премудрость Говорит Ну сейчас мы это Сняли Говорю повешай И скажи Своим проповедникам Вот цель Вашей проповеди Мне не надо Где то гулять Мне не надо Что то Слушать Не то что Мне надо Дайте мне Христа Дайте мне Того кто Меня Животворит И вот Снова же Наша проповедь Дайте мне Христа Не только Распятого Но там Через запятую Воскресшего И через Новгрядущего Дьявол бы хотел Чтобы мы проповедовали Христа Только Распятого Не добавляя О том Что он Во гробе Не остался Я понимаю У меня даже Была когда то Проповедь Проповедь Довольно Интересная Идем От Христа То есть От креста Да Почему Нас подводят К кресту А дальше А дальше Меня интересует Дальше Вот я когда то Был В служении Сначала Мы называли его В.Е. Взрывы евангелизации От сердца К сердцу Потом Оно разделилось И другая часть Начала называться Ешел Евангелизационная Школа лидеров Да Они делали Хорошую Евангелизационную Программу Но я подходил К американцу А что дальше А что дальше Ну Покаялся Человек Помолился А что дальше А дальше Мы оставили Младенца На лавочке Грейся Питайся Мы пошли Он умрет Он умрет Так что Благословенность Снова Теперь Духовная Пища Которую Мы употребляем Она должна Быть Духовной Она должна Быть Благословенной Она должна Быть той Которая Поднимает Человека Вот смотрите В Библии Много Мест написано О Боге Почему Я хочу Об этом Говорить Потому что Именно То Когда мы Говорим Оно Нас Поднимает И оно Через Наш Дух Работает На Нашу Душу А потом Работает На Тело Если Я понимаю Что Я поднимаю Отчим Моих Гором Откуда Приходит Помощь Моя Помощь Моя От Бога Я Начинаю Доверять Этому Это Моё Доверие Дальше Друзья Мне Многие Говорят А вот Моя Совесть Я Ребята Довольно Часто Ваша Совесть Является Вашим Лжецом Как Это Так Брат Ну Я Говорю Почему Потому что Довольно Часто Ваша Совесть Находится На Уровне Того Когда Вы Вышли С Мира Совесть Это Та Которую Формирую Чем То Ну Например Совесть Каннибала Позволяет Спокойно Убить Человека И съесть Но Совесть Верующего Человека Никогда Не Позволит Почему Потому что Бог Сказал Нельзя И Очень Много Таких Вещей Они Работают На Нас Они Работают Сначала На Наш Дух Потом Они Работают На Нашу Душу И Снова Ж Разум Разум Если Он Пропустит Внутрь Ну Например Пропустит Бог Является Сила Моя Значит Ага Мои Эмоции Мои Чувства И Моя Воля Будет Вырастать Почему И Даже Тело Реагировать И Тело Через Это Будет Реагировать Совершенно Верно А Если Вот Это На Лице Будет Написано А Если Вот Как В Одной Из Книг Есть У Людей Сразу Паника И Вы Знаете И Глаза Опускаются И Голова Опускается И Тут Начинаются Тревожные Мысли А Это Все Работает Когда Мне приходит Нотификация На 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 Мой Айфон Есть Такие Нотификация За Ковид 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 Я Заблокировал Все То Что Связано Нотификация С Ковид Вакцинация Ковид Я Заблокировал Выбрасывал Мгновенно Юра Можно я Тебя Сейчас Перебью Это Это Дьявольская Работа Я Понимаю Нашим Друзьям Которые Начинают Людей Снова Пугать Ковидом Друзья Почему Мы Не Говорим О Боге Бог Который Спасает Бог Который Благословляет Бог Который Своим Заветом Покрывает Бог Который Проводит Тебя Бог Который Иногда И Лечит Тебя Бог Который Является Твоим Учителем Бог Который Является Твоим Отцом Бог Который Является Твоим Благословением Бог Который Является Твоим Спасением Бог Который Является Твоим Защитой И Охраной Бог Который Является Щитом От Расскаленных Стрел лукавого. И это можно говорить, говорить и говорить. Друзья, и я уверен, я уверен на сто, на сто двадцать процентов. После того, когда мы будем слушать такие проповеди, наша вера будет подниматься, наш дух будет исцеляться, наша душа будет преображаться. И тело будет восстанавливаться. Вы знаете, просто не знаю, есть время или нет. Нет, уже нет, Юр. На этой луче, на этой, я говорю всегда, мажорной, прекрасной ноте. И когда мы обращаемся к Богу, что Бог будет делать, мы и окончим. Друзья, эта тема была, знаете как, это была диета для тела и экология для души, духовная экология. Вот на этом мы и разы. Юра, спасибо большое. Пожалуйста, Божий благословен. Интересная тема. Я знаю, что вы были благословены на этой теме. Иисус Христос любит вас много и велико. Будьте благословены, всего хорошего. И оставайтесь с нами на импакте. Будьте благословены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok